Всё это вырастает из довольно аморфного конгломерата методов ведения боя. Методы ведения боя очень ценили, высоко ценились в Китае. Вообще силы очень высоко ценились в Китае. Например, один из китайских императоров, Хуаньгун, он издает указ о том, чтобы чиновники и правители областей, так называемых сянов, в обязательном порядке приводили к нему сильных людей, умелых, так называемых кулачным искусствам, чянь-юн. А за то, что если они ослушаются приказа, не приведут таких людей, то их подвергали одному из пяти видов наказания. Вообще это было страшно. Вещь эта, туда входила, человека могли варить на медленном огне, вырезали коленные чашки. То есть сам вид, страшный абсолютно вид наказания, он свидетельствует о том, что такие люди не только ценились, они стояли на очень высокой ступени социальной иерархии. Действительно, и на Руси, и в Западной Европе восхищались людьми, которые могли с одного удара повалить быка. Ими восхищались, но никогда такой человек не возводился на высокую ступень социальной лестницы. Ну, как рыцарь у передворя короля Артула. Да. Причем рыцарь надо рассматривать, что рыцарь это более поздний период развития монских искусств. А мы сейчас говорим практически о шестом, четвертом веках до нашей эры. Вот здесь нам надо отфиксировать этот момент, когда мы видим, что человек, обладающий искусством кулачного боя, он ценится очень высоко. Недавно я прочел даже в одной из московских газет о том, что Ушу это выразившаяся греко-римская борьба. И вместе с нашествием Александра Македонского, когда-то произведенная в Китай и обретшая такие китаизированные черты. С другой стороны, пишут и о том, что Ушу произнесло именно из Индии. И тоже китаизировался, и вот сейчас существует в таком виде современном. Это попытка, на мой взгляд, сводить просто в единую кучу какие-то действительно внешне схожие системы, без рассмотрения внутренней структуры. Почему? Действительно, к примеру, можно сказать, и каратэ, и Ушу, и Айкидо, и Тейквондо, и Капуэра, бразильский сам, и сам, они все похожи. Почему? Да потому что действительно там есть приемы, как таковы, есть удары, есть броски. Внешне это они похожи. Внутренняя структура различная. По всей видимости, и в принципе, развитие всех видов единоборств ведет к тому, что, значит, где-то на каком-то определенном уровне человек, достигший каких-то очень хороших результатов и в Айкидо, и Ушу, он становится равным. Развитие, само, в общем-то, развитие боевых искусств, оно приводит к тому, что Китай начинает сравнивать с Японией, значит, пытаются протащить Европу, европейские какие-то системы, там, фулл контакт тот же. И пытаются все это соединить и свести к тому, что вот кто сильнее, то у того лучше школы. На самом же деле все это не так. Ну это, конечно, это чистый европейский подход. Потому что европейский подход и заключается, что кто кому сильнее даст, кто кого сильнее дарит, вот тот и победитель. Потому что мы, по-моему, с вами или и обеседовали с одним из китайских учителей, вот с вами, по-моему, да, и был ему задан вопрос такой, вообще как в традиционных китайских школах Ушу сравнили, кто сильнее? Вообще вступали в поединки, в спарринги. И учитель нас просто не понял. Он сказал, да, в общем-то, можно было убить. А драться не надо, вообще выяснять, кто сильнее не важен. Так конкретный подход. Да, конкретный подход. То есть вступил в поединок, надо убить. Если же тебе не надо убить твоего, так сказать, мягко говоря, собеседника. Зачем же вступать? Зачем вступать? Ибо Ушу есть, по сути дела, как говорили китайцы, развитие своей утонченной, изумительной внутренней сущности. И, в общем, у кого она более утонченная или у кого более изумительная, кулаком не выясняется. То, что мы, кстати говоря, можем заметить в Ушу, во многих стилях Ушу, как в общем структуре Ушу, так и, к примеру, в стилях образа и формы подражения животным. Это тот момент, когда мы пытаемся рассмотреть лишь внешнюю сторону Ушу. И где-то, может, не замечаем, что Ушу, внешняя сторона, она абсолютно не важна. Вот в чем продукт. Продукт для европейцев, прежде всего. Что такое, к примеру, китайский пейзаж? Опять-таки, вернемся к китайской пейзажной живописи. Мы видим изображение гор, рек, вод, лодки, человека, взирающего на стаи птиц в небе. Но, если мы внимательно проглядимся, ну, в общем-то, и горы не похожи на горы, и сосны немножко не так выглядят в реальной жизни. Потому что неважно, насколько они похожи. Важно показать, что это символ. А вот за символом есть какое-то внутреннее содержание, вторая реальность, которая, много всего говоря, более важна, чем первая реальность. А символика вообще для китайской очень важна. И любой иероглиф, он является не только передачей. Это символ. Здесь как раз можно подчеркнуть, если рассматривать европейскую методику восприятия УШУ, то есть каждый человек, берем среднеевропейского гражданина, человек видит мастерство китайских учителей. Допустим, возьмем того же самого Брюсуа. Человеку хочется, чтобы в его государстве, в его стране тоже существовал какой-то аналог, похожий на то, что было создано на Востоке. И отсюда происходит вот такая вот профанация и имитация истинного УШУ и поиски корней УШУ у себя на родине. Как то вот у нас в Советском Союзе, как на Западе, в Европе, в Америке. И вот как раз этот высокий уровень мастерства китайских учителей, он, в общем-то, прослеживается в течение очень долгой многовековой традиции. И вот при нашем сегодняшнем уровне восприятия этого искусства, человек может представить себе, что это вот сказка, что это какое-то вот полуфантастическое явление. То есть это преподносится как явное чудо. На самом деле, чуда здесь никакого нет. Здесь даже трудно говорить о каких-то скрытых, резервных, невыявленных возможностях организма. То есть это все присуще человеческому организму, человеческой структуре. То есть каждый может это развить, но не пытаясь создать какую-то школу сам, или развить собственные методики системы. Конечно, возможны результаты достаточно высокие при наличии у человека каких-либо заложенных в нем качеств безначально. Природно. Пример экстрасенсы, например. Те же самые экстрасенсы, они используют традиционные китайские методики ци-гун. Ци-энергия, гун работы. То есть необходимость привести ци в работу. То есть чтобы ци циркулировало по организму. При достижении какого-то положительного эффекта или результата для человека. Но, как мы видим, экстрасенсов мало достаточно. Дело в том, что в Китае ци-гун практикует тысячи. Не все достигают очень высоких результатов, но тем не менее, некоторые доходят до определенных высот. Почему же это происходит? Дело в том, что китайцы используют традиционные канонические какие-то структуры, которые присущи не только генетически заложенному китайскому человеку, китайской нации, но и каждому человеку вообще на земном шаре. То есть каждый может это развить, но не путем каких-то собственных систем, новоизобретенных, а путем использования традиционной системы, старой, культурной. О бесконтактном воздействии тигунотерапевтов на организм больного мы уже рассказывали в нашей передаче. Согласитесь, что это очень похоже на бесконтактный массаж и действия различных наших экстрасенсов. Видимо и правда используются некие возможности организма, общие для всех людей. Но вернемся к жесткому тигуну. Еще важный момент, что человек, занимаясь сам, может повредиться умом. Конечно, на таком мы часто встречаем. Потому что у китайцев существует даже такое понятие цигун-бин, болезнь, которая возникает результат неправильных занятий цигун. И, ну, лично я, к примеру, никогда не слышал, чтобы в Китае какие-то более-менее хотя бы сложные системы цигун, системы второго-третьего уровня, преподавали или по телевизору, или в каких-то... Массовых трансляциях. Да, в массовых трансляциях. На стереоне, да. На стереоне, потому что это действительно вредно. Мы человеку показываем какой-то триггер в своем организме, какую-то кнопочку, на которую он может нажимать и что-то произвести в своем организме. В принципе, цигун, я так полагаю, зная какие-то рецепты, можно обучить любого и каждого. Вопрос в том, что само обучение должно быть пролонтировано по времени. Если мы его сегодня и за два месяца обучим в какой-то системе, ну, в общем-то, нет никакой гарантии, что через несколько месяцев у него не начнутся серьезные психические отклонения. Вот здесь вот как раз прослеживается момент современного подыгрывания европейской традиции, восприятия вот тигун. Как-то вот в Пекине организовываются месячные курсы по обучению тигун или ушу. Да. Каким-то дверениям. Через месяц человек, предположим, может разбить себя в голый кирпич. Без всякого вреда для здоровья. Во всяком случае. Возможно, вреда не будет. Но через год, через 20 в организме произойдут необратимые изменения.